Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз, в студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Как научить детей грамотно тратить деньги и где этому научиться самому? Языковой вкус эпохи ощутили студенты и преподаватели Казанского университета. В КФУ пройдет неделя науки. Как научить детей и подростков грамотно тратить деньги? Как не попасть в руки финансовых мошенников? Эти и другие вопросы обсудили на конференции по финансовой грамотности, которая прошла в Казанском федеральном университете. Анна Глазунова расскажет обо всем подробнее. В Институте управления экономики и финансов КФУ начала свою работу конференция по вопросам финансовой грамотности. Здесь обсуждают проблемы внедрения курса финансовой грамотности в школьном образовании и учреждениях среднего профессионального образования. К сожалению, необходимые финансовые знания дети не получают в семьях. Представители старших поколений, выросшие совершенно в другой экономической среде, не обладают соответствующими знаниями, чтобы обучить этому своих детей и внуков. Поэтому мы вынуждены возлагать на школу обязанность учить подрастающее поколение, как правильно, как безопасно пользоваться финансовыми услугами, как не оказаться обманутым. Помимо преподавателей, сюда приехали сотрудники, руководители региональных методических центров, которые организовывают обучение педагогов. Например, Челябинская область подключилась к системе финансовой грамотности в прошлом году. Они проводят обучение, учитывая специфику преподавателей младших, средних и старших классов. Согласно планам Министерства финансов, нам было доверено обучить 450 учителей из школы, из колледжей, из детских домов. Это стандартная 72-часовая программа, где есть два блока, заочный и очный блок. Уже два года в лицемии Николая Лобачевского Казанского федерального университета школьников обучают финансовой грамотности. На уроках литературы дети учатся правильно, склоняя числительные, на математике решают финансовые задачи. А на уроках общество знания создают свои компании. Результатом работы такой являются победы наших учеников уже в первых олимпиадах, которые прошли по экономике и финансовой грамотности. Проблематика финансовой грамотности приобретает общенациональное значение. В сентябре 2017 года была утверждена стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на период до 2023 года. В Москве мы создали при помощи Минфина федеральный методический центр повышения финансовой грамотности, то потом начали подключаться регионы. На первом этапе у нас было 15 регионов. Сегодня у нас в проекте участвует 50 регионов. Главная задача конференции – это обмен региональным опытом в повышении финансовой культуры населения. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Русский писатель Владимир Иванович Даль говорил, язык есть вековой, труд целого поколения. И действительно, язык – духовная сокровищница, в которую веками люди вкладывают свои приобретения. Языковой вкус эпохи. Именно так именуется 18-я международная научно-практическая конференция, прошедшая в Казанском университете. Подробнее в следующем сюжете. 7 февраля в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ состоялась 18-я международная научно-практическая конференция «Языковой вкус эпохи». Тематика, которую затрагивает конференция, неизменно вызывает большой интерес у школьников и студентов не только в Казани, но и за ее пределами. В этом году участие приняли студенты и преподаватели из России, Турции, Польши, Китая, Израиля и Соединенных Штатов Америки. Эта конференция проводится уже 18-й раз и действительно качество ее проведения в плане приобщения старшеклассников, студентов к научно-исследовательской деятельности, она является судьбоносной и очень значимой. Конференция проводится кафедрой образовательных технологий и информационных систем филологии. Ее концепция продолжает лучшие традиции Казанской лингвистической школы. Очень приятно, что конференция, которая зародилась в классных аудиториях школы номер 11 на улице Островского, под эгидой тогда еще педагогического института, приобрела вот такой формат и продолжает свое существование. Так что я здесь, можно сказать, как один из родоначальников этого праздника науки. Международный уровень позволил расширить географию участников и, кроме того, усилить значимость конференции в мировом образовательном пространстве. Естественно, это праздник науки для наших старшеклассников, для наших студентов, для наших учителей, потому что они получают уникальную возможность в формате нашей конференции опробировать результаты своих научных изысканий. Валерия Муратова, Ленарда Влитяров, Универньюс. С 11 по 16 февраля в институтах Казанского Федерального Университета пройдет неделя науки. О том, что нас ждет на ней, узнаем прямо сейчас. Наш научно-популярный проект про науку впервые проходит в необычном формате. Это будет не один день, а целая неделя науки. С 11 по 16 февраля у нас мероприятия пройдут во всех учебных подразделениях нашего университета. Это будут и лекции, и мастер-классы, разные интерактивы. Мы приглашаем всех желающих, то есть это будет открытая площадка. Каждый может прийти и поучаствовать, послушать лекцию. Спектр тем мероприятий очень широкий. Тут можно будет послушать лекции о средневековых монахах и семантических технологиях, о лингвистике и законах физики, поучаствовать в круглом столе на тему татарский язык в современных средствах массовой коммуникации, посетить мастер-класс по народной хореографии. Ну а кульминацией недели науки станет выступление 15 февраля приглашенного гостя, токсиколога, научного журналиста и медицинского блогера Алексея Водовозова. Тема лекции – мифы о лекарствах и вакцинах «Взгляд токсиколога». Будет экскурсия в симуляционном центре, будут лекции, но это во всех институтах, будут музейные занятия во всех музеях университета. Вообще у нас более 40 мероприятий, и они очень разной направленности. Но я думаю, что основы всегда у нас составляют научно-популярные лекции на разные интересные темы. Ознакомиться с полной и подробной программой недели науки в Казанском федеральном университете, состоящей из более чем 40 умных развлечений, можно на сайте night.kpfu.ru и в официальной группе про науки ВКонтакте. Камиль Гемоздинов, Ленарда Валерьяров, Универньюс. Казанский федеральный университет занимается не только высшим образованием, но и научной деятельностью. В КФУ существует целая медицинская база. Подробнее в следующем сюжете. В рамках клинической базы Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета существует множество научных центров. Один из таких – медицинский геномный центр. Там мы исследуем наследственные мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям, исследуем, ведем подбор лекарственных препаратов на основе генетических тестов и на базе этой лаборатории создана крупнейшая в России, даже в СНГ, база данных наследственных генетических мутаций, онкологических мутаций. Последнее время в центре развивается проект с анализом микробиоты. Это совокупность микроорганизмов, находящихся в симбиозе с человеком. Микробиота отвечает за иммунитет человека, потому что если у нас, например, кишечник, расстройство кишечника, то все тело болит. И методы исследований, которые мы применяем, позволяют оценить вклад всех этих микроорганизмов в здоровье, в состояние здоровья человека. В организме человека количество находящихся с ним в симбиозе микроорганизмов превышает количество собственных клеток в 10 раз. Ученые Казанского федерального университета нацелены не только на изучение, но и на практическое применение результатов лечения человека. Следующим этапом, в 2019 году, мы запускаем проект по трансплантации фекальной микробиоты. То есть, когда мы можем трансплантировать микроорганизмы, переносить от здоровых индивидуумов к больным, тем самым корректируя их болезненное патологическое состояние. Учитывая влияние микроорганизмов на человека, такой метод лечения может спасти здоровье от различных опасных заболеваний. Артем Тупичкин, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе всех новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok